Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня для всех траурный день. Сегодня 12 мая. Вчера произошло ужасное горе. Я хочу выразить свои соболезнования всем тем, кто оказался в этой чертовой школе в этот день. Не хотелось бы, конечно, начинать свой мукпанг с такой грустной новости, но, к сожалению, вынуждена. Я вчера весь вечер смотрела видео, смотрела новости, подробности. Мне подписчики кинули видео, где как раз-таки допрашивают этого стрелка, который все это там устроил. Мне кажется, он невменяемый, у него не хватает. То есть нормальный человек никогда бы в жизни не пошел на такое преступление, это понятное дело. Просто знаете, как страшно становится выходить на улицу и страшно становится жить. Люди как будто озверели. Вы знаете, я всегда была за дистанционное обучение в онлайн-школе. Но вы знаете, проблема в том, что это может произойти не только в школе, а где угодно, на работе, в метро. Кто не знает, что произошло. 19-летний выпускник школы. Назвал себя Богом. Надел маску, где написано Бог. Взял автомат, ворвался в школу и начал стрелять. Его пытался остановить охранник. Но, как правило, и у вас, и у нас в школе. Кто работает охранником? Какие-то пенсионеры. За очень маленькую зарплату. И в результате происходят такие страшные вещи. Он конкретно невменяемый. По его разговору. Мне просто кинули его интервью. Ну, как интервью. Его задержали и допрашивали. Допрос. Я где-то в интернете увидела, что ему грозит 10 лет. Какие 10 лет? Люди там, не знаю, немножко наркотиками подторговывают, получают 15 лет. А тут столько человек убил. Террорист самый настоящий. Если среди моих подписчиков есть те, кто его знал или знает. Учился, возможно, вместе. Напишите, пожалуйста, какую-то характеристику. И все сразу начинают обвинять учителей, там, не знаю, директоров и так далее. Но, блин, откуда директор может знать, что у него в школе учится такой ребенок? Вот как понять? У него таких учеников до хрена и больше. Мне кажется, все вопросы должны адресоваться именно тем, кто дал ему справку о вменяемости. На видео видел, он спокойно расхаживает по улице с автоматом. Камеры наружного наблюдения запечатлили его. Как он спокойно идет с автоматом в руках в маске БОК. В сторону школы. Люди проходят, люди это видят и никак не реагируют. Вот этот момент, конечно, да. У нас, к счастью, таких случаев тьфу-тьфу-тьфу не было. Но все равно, мне кажется, нужно брать пример и как бы улучшать охранные эти органы. Потому что, представь, отправляешь своего ребенка в школу, и ты не знаешь, он вернется живой или нет. Для каждого человека его ребенок — это смысл жизни. Сделать такое в школе. Когда его задержали, он еще сказал, что заложил бомбу у себя дома. И, то есть, родители его, там, соседи, все под ударом. Но потом выяснилось, что это просто был блеф. На допросе он говорит о том, что он осознал, что он Бог. Говорят, что у него опухоль головного мозга просто не злокачественная, а доброкачественная. Возможно, это как-то повлияло. Но то, что он получил оружие, лицензию на оружие 28 апреля, а в мае уже 11-го совершил это преступление. И вы знаете, вчера я вспомнила вот это горе в Беслане 11 сентября. Это тоже было ужасно. Сколько времени дети провели под таким шоком. Это у нас в голове не укладывается это все. А как же дети продолжают жить после того, как сами это увидели реально очень грустно и фигово от этой всей ситуации. Почему из-за какого-то дебила должны все страдать? у нас, например, были моменты, были моменты, когда звонили, например, в школу и говорили, в школе заложена бомба. И все выходили. Уроки срывались. Все отправлялись домой. Собирали быстрые вещи. Эвакуация. У нас даже было несколько репетиций эвакуации. Нам всегда говорили, самое главное не паниковать. Когда человек находится в состоянии паники, вот это вот хуже всего. Учительница английского в этой школе собой заслонила ученика и умерла. Я сразу у бабушки поинтересовалась. Говорю, были ли у вас такие случаи? Правда, у них не было такого, знаете, СМИ, такого быстрого распространения информации. Бабушка говорит, ничего подобного за все свои 90 лет жизни я не видела. Возможно, конечно, в их время не было интернета, не было такого мгновенного распространения информации. Ну, что я знаю точно, дети с каждым годом становятся все злее и злее, агрессивнее. у нас был мальчик на 2 года старше, еще когда я в России училась, и он изнасиловал бомжиху на улице, прикиньте. он подумал, что эта бомжиха никуда не заявит, потому что у нее нету документов, она выглядит ужасно. И вы знаете, его посадили, потому что она заявила, хотя у нее нету ни документов, ничего. Она была знакома с ним, с бомжихой. В каком-то шалаше насильно. Зачем? И, возможно, этот человек тоже был нездоров. И хорошо, что вовремя его как бы посадили. Мы все были шокированы тем, что произошло. И вы знаете, он тоже был очень спокойный, неяркий. Как сейчас помню, у него фамилия такая была Ромашкин или что-то связанное с цветами фамилия была. И он был такой спокойный, никогда никого не задевал. Когда наши учителя говорят, что вот, бери пример с него, он такой спокойный, а ты себя на уроке вести не можешь. В тихом умы эти черти водятся. У меня брат однажды сорвал этот огнетушитель. На школе были огнетушители чуть ли не на каждом углу. И, насколько я помню, возможно, я ошибаюсь, когда ты этот огнетушитель снимаешь, раздается огромный такой звук, бух, и срабатывает сигнализация, я помню, что после этого поступка моего брата выгнали со школы. И мы сказали, иди, ищи учебное заведение, ты учишься здесь последний год. Так и произошло. Он перевелся в другую школу. Я у брата спрашивал, зачем ты это сделал? И он мне сказал, поспорили с приятелем. Или, например, у меня брат за 10 минут до звонка шел, один его друг отвлекал охранника, другой звонил в звонок. И мы все думали, что все, урок закончился. выходили в коридор, и когда мы уже все вышли, учительница понимала, что уже осталось еще 10 минут. Но хрен, нас соберешь обратно в класс. И все так благодарили моего брата. Ура, как классно. то есть у нас такие безобидные шалости были. Или у нашей классной руководительницы только появился телефон, и она женщина пожилая в этом не очень разбиралась. У нас один мальчик постоянно ей звонил на телефон во время урока. Она каждый раз выходила алло, 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 никто не отвечает. Потом ей одноклассник наш сказал, что вам звонят видимо из подвала 100%. И она такая да, 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 у меня там двоюродная сестра работает в ресторане, который находится в подвале. Она говорит, ну как я трубку возьму. мы так угорали. И это наш одноклассник говорит, если вам звонят из подвала, это значит, что вам тоже надо спуститься в подвал, чтобы было слышно. Она такая, ну все, ребят, подождите пять минут, я сейчас в раздевалку и обратно. Шла вниз, пока дошла, ждала звонка, а звонка это нет, потому что звонит наш одноклассник. Возвращалась обратно и говорит, не позвонила, ну ничего, говорит. Наш одноклассник такой говорит, а может что-то важное, просто так столько раз звонить не будет, стопудово что-то важное. но тогда было проще обмануть учителей, потому что считайте телефоны вышли может лет пять как вышли, у учительницы только появился телефон, она с ним какая-то как курица с яйцом, поэтому обмануть было легко. как вкусно, я прям кайфанула, это было нереально вкусно, ой, мама в этот раз говорит, достаточно, я говорю, еще, она говорит, я говорю, еще, голодная была, ужас, на этом все, мои хорошие, берегите себя, самое главное это, самое главное ваше здоровье, если вам не сложно, подпишитесь на мой канал, всех люблю, целую, пока.